Вы думали в какой-то момент, что вы проиграли? Был ли такой момент ближе к концу игры? Нет-нет-нет, у меня нет времени об этом думать. Последняя возможность мы смогли пройти в дополнительное время. Ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов. Реал Мадрид против Манчестер Сити на Сантьяго Бернабео. Сити имеет преимущество в один мяч перед игрой, и успех удается развить на 73-й минуте. Разница в счете уже в два мяча. Но Реал делает невероятный камбэк в последние минуты матча и вырывает победу в дополнительное время. Что стало причиной такого результата? Гений Анчелотти и магия королевского клуба? Или проклятие Сити и предательство собственным идеалам и фирменному стилю от Гвардиолы? Ответ на этот вопрос я попытаюсь вам дать в ближайшие пару минут. Здорово, спортики! С вами Кирич. Перед началом этого видео прошу вас поддержать мой канал подпиской и включить уведомления, нажав на колокольчик. И если вам понравится это видео, поставить лайк и поделиться ссылкой на это видео со своими друзьями в социальных сетях. Также прошу помочь нашей стране в борьбе за нашу свободу. Оставлю активными ссылки в описании и в комментариях для финансовой поддержки ВСУ и волонтерских организаций на помощь всем пострадавшим от военного вторжения России в Украину. Начинаем! В прошлом выпуске я много говорил о серьезных ошибках Реала в обороне. Разбор этого матча вы можете найти в описании под этим видео или же по всплывающей подсказке. Анчелотти сделал правильные выводы и сумел нести эффективные изменения в игру у Реала. Что ему в этом помогло? Возвращение в центр поля опорника Казимира, как раз с помощью в обороне от полузащитников так не хватало Реалу в первом матче. Возможно отсутствие Алабы и классно заменившим его в центре обороны Начо Фернандешем. Мансити же играет с позиции силы и сила этой команды в тотальном владении мячом и увеличение количества игроков в линии атаки за счет подключения левого защитника, чтобы больше подыгрывать своим партнерам. Эту функцию сначала выполнял Концело, а после и наш Александр Зинченко. Ну, как говорится, кто-то должен таскать Реаль, а кто-то на нем будет играть. Ты людям праздник покажи, мяч на носу поноси, пофинти, покрути. Конечно же, в первом матче четырем защитникам Реала было очень сложно против шестерых, а то и семерых игроков в Мансити, что успешно удалось компенсировать теми же Казимира и Кроссом, которые располагались ближе к обороне. А также важным элементом в построении обороны стал номинальный опорник Вальверде, который по сути выполнял функции правонападающего и располагался ближе к левому защитнику Мансити. Первым вступал в активный прессинг и не давал спокойно заходить в центр поля. С защитой Реала разобрались и поняли, какая была проведена работа над ошибками. Я уже видел, что вы нас разобрали красиво. Ну, а что там у Сити? Владея мячом 60-70% игрового времени, нужно ожидать контратак от соперника. Большая часть атак Реала и наиболее опасным является левый фланг с реактивным Венисиусом Джуниором, которому часто сваливается не менее грозная и, наверное, самая опасная угроза в составе мадридского Реала, это Карим Бензема. Эта парочка разрывала в первом матче несчастного Стоунза и Фернандинья, но, к счастью, Пепа Гвардиолы успел восстановиться Кайл Уокер и наглухо закрыл Венисиуса Джуниора. А учитывая, что справа в атаке играет опорник Вальверде, то более быстрый Концело особо ей не напрягался. До Бензема мяч не доходил, и все складывалось так, что мы увидим скучную и очень осторожную шахматную партию. К сожалению, первый тайм таким и оказался. У Манчестер Сити удар издалека Филла Фоддена, опасный удар с линии штрафной от Джезуса, классный сейф от Куртуа после удара Бернато Силва, как бы и все. У Реала вообще можно отметить только лишь один удар со штрафного от Тони Кросса. И все. Команды ушли на перерыв. Ну и если подводить какие-то промежуточные итоги, то план на игру работает у обоих тренеров. Но с учетом того, что Сити ведет в один мяч, то более успешным этот тайм стал для команды Пепа Гвардиолы. Конечно же, все понимают, что любой гол Мадрида перевернет эту игру с ног на голову. Но для этого Реалу нужно начать рисковать. Как признался после матча Карла Анчелотти, то перед игрой он показывал своим игрокам матчи текущего сезона, в которых они совершили невероятный камбэк. И заканчивая эту теоретическую сессию фразой, нужно сделать еще один. На первой же минуте второго тайма мог залететь этот шальной мяч. Сразу после розыгрыша в центре, Тони Кросса дает длинную передачу за спину Канцела, и Карвахаль простреливает вдоль ворот. Но Джуниор не успевает нормально дотянуться и пробивает мимо ворот. Но, пожалуй, это единственная острота за первые 20-25 минут игрового времени, что было, в принципе, на руку Манчестер Сити. И Карл Анчелотти делает первые замены. Снимается игрой Тони Кросса и выпускает молодого креативного Родриго на правый фланг, и Вальвердо опускается уже в родную для себя опорную зону. Но пока бразилец входил в игру, Сити открыла счет в этом матче и увеличила преимущество в двуматчевом противостоянии и, казалось, хоронила всякие надежды Реала на финал в этом сезоне. Бернарду Силло разгоняет атаку по центру поля, без помех доходит до штрафной площади и отдает скрытый пас на набегавшего справа Мореза. А жерец, долго не думая, вколотил мяч в ближний угол Куртуа. Анчелотти решается снять с игры двух поднаевшихся полузащитников Модрича и Казимира и выпускает молодых Камовингу и Асенсио. А Пап Гвардиола допускает, наверное, роковую свою ошибку. Хотя правильнее будет сказать, что он просто побоялся играть с Реалом в открытый футбол. Абосрал. Что сделали? Абосрал. И вместо Мореза выпускает игрока более оборонительного плана Фернандинья. Затем можно вспомнить классный сейф от Куртуа после дальнего удара от Канцела и контратаку по левому флангу от Грилеша, который в принципе должен был закрывать все вопросы в этом матче. И сейчас мы с вами говорили о гении Гвардиолы, который отказался от собственных принципов и сыграл от обороны. Но на счастье мадридцев Фарлан Менди выбивает мяч с линии ворот. Грилеш создает еще один прекрасный момент и одним замахом отправляет в буфет и Карвахаля, и Милитао. Но после его удара длинноногий Куртуа шипом Бутс просто переводит мяч на угловой. Ну и срабатывает самое известное внегласное правило футбола. Не забиваешь ты, забивают тебе. Сити просто вжимается на последних минутах в свои ворота. Реал без сопротивления доходит до штрафной. Камовинга прекрасным забросом находит Бензема. Тот простреливает вдоль ворот и никем не прикрытый Родриго выскакивает перед Эдерсоном и первым касанием отправляет мяч в сетку. Сплошной хаос. Вот по-другому просто нельзя описать действия игроков Реала на чужой половине поля. Но это снова срабатывает. На этот раз Карвахаль подает штрафную. Асенсио небольшим касанием продлевает мяч ближе к центру штрафной. И наберегавший Родриго делает дубль и сравнивает счет по сумме двух матчей. Невероятно эмоциональная концовка в матче. Даже сложно представить какие мысли были у игроков Манчестер Сити, которые только что за пару минут до конца матча упустили победу в матче и позволили сопернику побороться за выход в финал, сократив отставание и разницу в двуматчевом противостоянии. Хотя впереди еще 30 минут игры, но совершенно в разных состояниях находились две команды. С первых минут допов свежий Камовинго протащил мяч до штрафной соперника и отдал на Родриго. Бразилец прострелил штрафную площадь на Карима Бензема и после обработки его просто под корень рубит Рубен Диас. Без сомнений, это пенальти, но попал в трансляцию очень интересный диалог уже после назначения пенальти Карима с Родриго. Француз просил у Бразица, хочет ли тот пробить пенальти. Такое часто происходит в командах профессионалов, когда у одного просто прет и даже если он не является штатным пенальтистом, ему нужно дать пробить пенальти. Но у Родриго пока таких лидерских качеств нет, чтобы брать на себя ответственность в таких переломных моментах. К точке подходит капитан и настоящий лидер своей команды Карим Бензема. Француз уверенно разводит мяч вратаря по разным углам и выводит Мадрид вперед. Но у Манчестер Сити еще был шанс, чтобы отыграться. После подачи Канцела мяч в ворота приправлял Фил Фоден. Просто кончиками пальцев невероятный сейф делает Тибо Куртуа. Мяч отскакивает на Фернандинио, но он как-то неудачно подошел к мячу и не сумел замкнуть дальнюю штангу. Резюмируя все вышесказанное, нужно отметить, что Гвардиола поплатился за свою боязнь и осторожность. Да, все могло случиться по-другому, но главный идеолог тотального футбола, любитель контроля мяча и полной доминации над соперником проявил гибкость и прогнулся под силой обстоятельств, которыми удачно воспользовался Карл Анчелотти. В чем же секрет Карла Анчелотти? Думаю, об этом стоит говорить уже после финала Лиги Чемпионов в Париже, который вместо Санкт-Петербурга примет главный матч клубного европейского футбольного турнира. Не должна страна-оккупант принимать футбольных, да и не только, звезд цивилизованного мира, рекламируя при этом собственную инфраструктуру и разрушая инфраструктуру соседнего государства. Продолжая войну на территории Украины и пуская ракеты из соседнего Кремля на дома мирных украинцев. Отстранение России от всякого рода спортивных мероприятий уже является культурным поражением для действующего правительства. Ну и чтобы закончить как-то на хорошей ноте, предлагаю вам посмотреть небольшой отрывок из раздевалки игроков Реала Мадрид. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Прошу поддержать мой канал подпиской, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео на моем канале, поставить лайк, если вам это видео понравилось, и поделиться ссылкой со своими друзьями в социальных сетях. С вами был Игорь Киричок. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok